Запись пошла, дайте обратную связь, как меня слышно. Так, Артур уже отреагировал, спасибо. Марат, даже до Киргизии меня слышно. Грузия, отлично, спасибо, дорогие друзья. Ну вот видите, время очень быстро, спасибо, спасибо. Время очень быстро летит, сегодня уже 26 октября. Да, могу всех тех, кто ждет зиму поздравить, у нас в Эстонии сегодня выпал снег, по крайней мере в Таллине точно. Вот по почти сантиметрам, ну можно сказать так, от 25 до 30 сантиметров, а кое-где еще и больше его выпало. Транспорт, о котором мы радеем, показал свою полную недееспособность на переход, на переходный период и так далее. То есть масса проблем. Вот это с одной стороны расстраивает и как бы напрягает, а с другой стороны есть надежда, что в конце-то концов, если биться, биться обо что-то, то можно и пробить эту как бы стенку. Но биться не надо, стенку пробивать не надо. Итак, наша сегодняшняя с вами работа пройдет в таком режиме, что мы с вами разберем целый ряд вопросов. Я хотел бы сказать, кое-какие новости, это не новости, а, скажем так, взгляд в происходящее и предстоящее. В прошлый раз мы с вами общались из Риги, вебинар был такой как бы скомбинированный, где вы видели все, что, почти все, что происходило в Риге в зале. Выступали наши представители Skyway Capital. Вот, достаточно интересная информация была. Многие тут расстроились, что не услышали Сибирякова до конца. Да, может быть, ну, пришлось вот выключить, там шло напряжение по нехватке ресурса. Мы могли бы вообще тогда остаться без вебинара. Мне пришлось, к сожалению, выключить. Но ничего страшного, вы все равно, те, кто заинтересованно участвует в тех вебинарах, которые ведут Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков. И, скажем, криптонаправление расцветает и пахнет. Но, и мы сегодня об этом немножко поговорим. Но поговорим о некоторых таких аспектах, которые неплохо знать, вот, не впадать в ажиотаж, но быть в курсе. Теперь, что касается Прибалтики. Очень хорошо прошло, ну, тогда еще результатов или, скажем, черту, результирующую черту рано было подводить, потому что впереди были еще несколько дней. Вот, особенности пятница и суббота дали очень интересные результаты. Много чиновников, причем очень высокого ранга, от городских властей, директоров департаментов посещали выставки. Целью выставки не было там подписания каких-то там документов и так далее. Но основная цель выставки была, или участие в выставке, было передача информации. И свою эту задачу эта выставка полностью выполнила. Подготовлены несколько статей, были видеоряды. И это есть, так называемая, позитивная информация в противовес того негатива, который желаем мы того или нет. Финансовые инспекции, различные органы, которые являются фискальными органами. Это их основная задача, чтобы как-то вот в напряжении держать общество. Вот, они сеют время от времени такую, ну, как бы сбивающую с толку и с ног информацию. Ну, и такова их задача, мы уже об этом говорили. Вот, в различных странах это идет по-разному. Как я уже прошлый раз на вебинаре говорил, что, скажем, это очень важно, когда информация приходит из различных источников. И, независимо от того, являешься ли ты скальвей-представителем, или это подает какой-то канал, другой канал информации. Я это прошу всех учитывать, кто радеет за скальвей у себя на местах, кто сегодня нас слушает. Вот, так, кто-то там спрашивает у меня, спасибо, что всем слышать. Ага, ну, пожалуйста, о поездке, о результатах поездки. Да, скажу пару слов, спасибо, Владимир. Скажу кое-что о поездке в Грузию еще. Вот, он не о нашем транспорте, а о целом осуществленном транспорте. Ну да, и таким образом, смотрите, значит, еще подводя итог рижского мероприятия, я просто хочу сказать то, что, значит, новый руководитель одного очень важного департамента, он пришел, послушал, посмотрел, загорелся этой информацией. Но он бы туда не пришел, если бы до этого не была проведена работа и не велась работа уже почти в течение года с другим департаментом. И вот руководитель одного департамента пригласил будущего руководителя, он с этой недели заступил в свою должность, в Рижском, как бы, в мэрии, там у них исполнительная власть является, она, как бы, на структуре департамента построена. Это большие люди, директора департамента на уровне, ну, скажем так, министров, если взять более высоко. Вот. И он очень сильно заинтересовался именно в рамках развития транспортной системы Риги, увидев здесь мощный потенциал. И, конечно, его больше зацепил снимок, который был правильно сделан, он, может быть, не совсем совершенный, где через Даугаву рядом с Вантовым мостом проложено, значит, слайд сделан с анимацией трассы Скайвей. Вот. Одним словом, друзья, работа идет, это радует, несмотря на то, что очень много различных вопросов, которые приходится постоянно решать. Теперь я коротко тогда скажу уже, чтобы не забыть потом в суете сегодняшнего вебинара о поездке в Грузию. По Грузии, значит, по Грузии очень важно тоже была передана информация. На этот раз очень важно было то и в самом Тбилиси. В особенности в Тбилиси была очень большая, как бы, большой наплыв новых людей. Причем я хочу сказать так, что, что там порадовало больше всего, это то, что присутствовали уже, как бы, люди из возможных потенциальных инвесторов, крупных инвесторов, но заказчиков пару человек, вот, абсолютно очень сильно заинтересовались. Сейчас идет такая, ну, как бы, не шатка, не валка, но идет подготовка информации. А второе, что было важно по Грузии, это то, что подключились нашим грузинским лидерам, удалось привлечь людей, которые, ну, как бы, не новички в MLM бизнесе. То есть, они знают, как пользоваться элементами сетевого маркетинга, а что тут греха таить, или это даже не греха, это мы пользуемся элементом, скажем, сетевого бизнеса, элементом не сетевым бизнесом, а элементом основным, то есть инструмент. Это как инструмент. Вот, мы им пользуемся, люди пришли, абсолютно были очарованы нашей программой, бизнес-планом, продуктом или, скажем так, комплексом продукта, которым мы занимаемся. А нашим продуктом, что тут греха таить, это является Skyway технологии, дорогие друзья. Не, не акции, поймите правильно, мы акции не продаем. Мы продвигаем Skyway технологии, мы инвестируем, мы поддерживаем, мы распространяем информацию, и это есть продукт Skyway технологии. Она оживает за счет Экотехнопарка, то, о чем мы говорили, и она оживает за счет наших инвестиций. Ради чего мы это делаем? Мы это делаем, доверяя этой технологии, получаем в залог своей инвестиции, получаем право на владение в будущем, значит, как бы выводимым на общий доступ на рынок акций. Но они сегодня являются закрытым документом компании. И это очень важно понимать. Поэтому очень важно, они пришли, и благодаря этому уже в Батуми было значительно больше людей, которые были заинтересованы. То есть информация пошла в процесс... Почему это важно? Это важно потому, что информация стала распространяться, это оживает так называемый инвестиционный рынок Грузии. Почему это важно? С одной стороны, есть проекты, анаклия, о которой мы говорили, я уже неоднократно показывал здесь на вебинарах, возможные решения. Это дает возможность в будущем именно самому грузинскому народу, именно самим грузинским инвесторам, куда-нибудь с большим доверием, как бы и с интересом инвестиций. Конечно, в свои родные края, в расширение этих возможностей. То есть там рассматривался очень интересный вариант, я не имею права в деталях говорить об этом, обо всем. Это соединение Батуми с одним из горных курортов. Но вопрос требует проработки, дальнейшей проработки. То же самое было и в Тбилиси. Поэтому, не вдаваясь в более подробности, я просто подведу вот этим самым, значит, ставлю здесь точку. Россия вкладывает на правительственном уровне. Вкладывает на правительственном уровне. Это в СМИ. Так, стоп. Значит, пожалуйста, результат вашей поездки в Грузию сказал Липецк. А почему Россия опять вкладывает в Гиперлуп? Кто вам сказал, Сергей, что Россия вкладывает в Гиперлуп? Вы знаете, вот, например, мне зачастую спрашивают, ой, вот в Финляндии тут это самое Гиперлуп. Это Гиперлуп умеет так, скажем, морочить, в хорошем смысле этого слова, морочить голову. Я уже неоднократно говорю, повторю опять самый такой наглядный пример. Гиперлуп почти год уже назад, почти уже год назад, осенью прошлого года, да, год уже есть. Значит, проводил большую презентацию. Презентацию в Хельсинки. Был показан, значит, так называемый фанерно-картонный макет. Что он из себя представлял? Он представлял только визуализацию контуров, но на этих контурах стояли реклама 27 или 28, сейчас уже не помню, различных компаний мировых, которые в том числе представлены в Финляндии. Это первое. Второе. Что они еще делают? То есть, почему интерес финского правительства? Потому что они хотят получить право на строительство и готовы для этого сделать все, что угодно, на строительство аккумуляторного центра производства аккумуляторов. Вот и все. То есть, интересы, ищите, как говорится, ищите не женщину, ищите причину, дорогие друзья. Вот. И то же самое, видимо, и с Россией. Есть определенные круги, которые заинтересованы, они продвигают, они имеют доступ к масс-медиа. И все. И все вперед. Наше преимущество, дорогие друзья, именно в том, что мы народно финансируем этот проект. Мы продвигаем свое, и на рынке места всем хватит. Самое важное, и впереди всегда тот, кто первым начинает строить, кто первым начинает производить. А мы методично, системно двигаемся к этому, как бы, к тому, чтобы начинать строить, и практически уже проделывается целый ряд. Вы знаете, значит, по Австралии, вы знаете по различным другим регионам, какие подготовительные работы ведутся. Это все требует подготовки. Мы немножко позже здесь еще с вами затронем вопросов, которые мне по чатам задают. Это будет вам интересно знать. Скажите, 20% ввести идет на оплату бонусов? Я правильно поняла. 20%. Вы знаете, вопрос в том, да, определенный процент идет не на оплату бонусов, а на содержание системы. Это точно так же, как я бы вам задал сейчас вопрос, что вы знаете, что покупая килограмм, ну, например, мяса того же самого, вы знаете, что 65% идет на, значит, на сеть распространяющая это мясо, доводящую до вашего, до вас вот там на прилавке. Вы это знаете, нет? А порой это еще 80%, дорогие друзья. Потому что в заграничном мясе, когда из-за границы его в Россию возили, это так и было, если мы говорим об России. А с Эстонией несколько иначе. Этот процент чуть меньше. Но все равно он больше половины, дорогие друзья. Производитель мяса не получает столько, сколько в данной ситуации было. Поэтому можно процент уменьшать, но, извините, тогда и потоки не так будут двигаться. Поэтому это минимальный процент. Так, еще вопрос. Привилегированные акции можно на бирже продавать? Значит, Ангелина Крым. У вас из Крыма. Вы знаете, вы не совсем правильно понимаете, что такое привилегирование. Что на акции и что продавать? Продавать будут те или будут продаваться те акции, которые будут выведены на биржу. Понимаете, да? Это специально Global Transport Investment. Вот смотрите, я вам покажу, значит, тогда, чтобы у вас каши в голове не было. Тут у меня должна быть в конце схема. Схема. Видите, да? На ваш вопрос мой ответ. Смотрите. Привилегированные акции В. Вот они. 33,33% Global Transport Investment. Головная компания, владеющая технологией. 15% сюда, 18% во вторую компанию, 18,33%. Она вложила сюда эти акции привилегированные, и они гарантируют, как мы уже неоднократно говорили, отчисление процента прибыли на дивиденды, нагарантированно на дивиденды сюда и сюда. А акции вот этих компаний, скорее всего, реально, что они будут, потому что половина плюс одна акция отсюда, половина плюс одна акция отсюда, отсюда уже оставлено, отсюда сейчас процесс идет. Они подготавливаются для того, чтобы вводить, неважно, там на крипто какие-то процессы, или для их формирования, или же на IPO, а может быть туда и туда. Я сегодня не могу вам сказать, потому что сегодня еще окончательной концепции нет. Есть обсуждения, идут рассуждения и так далее. На IPO вроде нельзя привилегированные. Конечно, нет. Они не вводятся туда. Выводятся обычные акции. Понятно, да? И это гарантирует, и это и есть, скажем так, привлекательность этих акций. Это привлекательность этого процесса, которым мы сейчас с вами, по счастью, кто соображает и кто заинтересован, участвуем. По крайней мере, я вам это точно скажу. А как мы все ждем IPO? Конечно, ждем. Но IPO, дорогие друзья, это... Почему мы ждем? Вы знаете, у меня всегда интересные аналогии. Я просто человек аналогии. Вы уже меня простите. Вы знаете, вроде девушка... Это как мы всегда ждем. Возьмут ее замуж или не возьмут? Вот вроде девушка красивая, интересная и красавица, и умная. И как раньше говорили, комсомолка. А вот выйдет ли она замуж или нет? Сосватывает ее или нет? Конечно, сосватывает. Куда она денется? Дорогие друзья, потому что нам же неинтересно не то, чтобы эти акции вышли на IPO, и мы сейчас сразу... Да кому-то интересно их сразу реализовать. Почему бы и нет? Да? Кто-то на этом разово заработает. Много таких людей. Но статистика показывает, что это, как правило, 3% от всего акционерного капитала. Да, рванут, быстро продадут. 97% оставят, затихарятся. Так что, учтите это. Когда можно будет продать доли? Доли, доли. Ну, по-российски это доли или когда может будет внутренняя биржа? Вы знаете, ну, я не пророк, я не оракул, который вам скажет. Все, вот знаете, 1 января 2000 такого-то года, все, будут продажи. Это зависит от многих факторов, дорогие друзья. Поэтому нет такого, что вот тогда или тогда. Смотрите бизнес-план. В бизнес-плане есть представление определенное. Можно реагировать и смотреть. Поэтому это такая, знаете, неблагодарная, значит, деятельность. Когда будет? Когда будет? Кто-то высказался, вот будет там осень или вот не позже, чем тогда. Или вот не раньше, чем тогда. Я вам уже говорил, что, например, прогнозировал, что когда имеет смысл выводить туда или сюда эти акции. Другой вопрос. Как примет решение? Как сложатся инвестиции дальше? Мы с вами сегодня еще будем на эту тему говорить. Поэтому давайте все по порядку. Я сейчас прекращаю отвечать на ваши вопросы к строительству первого адресного проекта. Евгений, именно на земле. Тогда приступим, когда документация будет готова. И вполне реально, что это будет Австралия. Смотрите информацию. Потому что там, вот на мой взгляд, если бы, например, вот как я это дело представляю, там наиболее реально, что там как бы и проект небольшой, во-первых, да. И во-вторых, он подготовлен. Дело стоит только на завершении там определенных бюрократических процедур. В Минске, в Экотехнопарке, и передачи, и, скажем, акцептации этого всего там на месте в Австралии. Вот и все. Мы об этом тоже немножко поговорим, но не об Австралии, а отдельно. Ни одна мировая компания не выплачивала дивиденды 10 лет и на это рассчитывает. Нет, почему 10 лет? Нет, не надо. Вы знаете, дивиденды, например, все зависит, я не знаю, о каких мировых компаниях вы говорите, так? Но накопление капитализации, но у них другой бизнес был. Понимаете? Посмотрите, каким бизнесом там занимали. Там капитализация абсолютно другая. У нас мощная капитализация впереди. У нас больше стоит вопрос о, скажем, способности строить, но, скажем, очередь на проектирование, очередь и стратегия в головной компании просто вот, ну, я удивляюсь прозорливости Анатолия Дуадовича. Потому что сейчас, смотрите, мощный потенциал проектировщиков. А это есть задел. Это есть задел. Ты начал, то есть, если ты начал уже раскрой, кроить костюм, то уже точно дошьешь его. Уже клиент у тебя не выскользнет. Понимаете, да? Мою, как бы, логику моих размышлений. Уже клиент, все. Он пошел пуговицы покупать, он смотрит сюда, то, все. Понимаете? Поэтому это очень важно понимать и это учитывать. Вот. Правильно. Абсолютно правильно, Галина. Ни одна. Ну, нету. Нет аналогии, дорогие друзья. Поэтому не надо, божий дар, с яичницей сравнивать. Я прошу прощения за такие, значит, моменты. И еще, значит, смотрите. Давайте по порядку. А то я вот немножко начал с вами. Теперь, что еще по сегодняшнему делу? Ну, вот. Мы за землю сегодня в ответе, дорогие друзья. Скажут спасибо завтра нам дети. Это белорусский лозунг. Он становится и стал нашим. Я его очень трепетно повторяю каждый раз. Теперь смотрите, новости. О новостях немножко мы уже сказали. Вот. Еще по... Хочу сказать вам про Upline. Для того, чтобы система хорошо функционировала дальше, мы уже давно говорили, но, понимаете, быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Поэтому согласование, значит, шлифовка этого приложения, тестирование тут со стороны лидеров или некоторых людей, которые согласились это сделать. Для того, чтобы приложение, которое очень нужно у нас здесь в разных, на различных регионах, было бы отработано. Что по этому поводу? Лидеры, которые собираются на свою планерку по вторникам, иногда по средам, они знают эту информацию. Я просто вам повторю, что что будет происходить, начиная со следующего четверга, в рамках нашего вебинара, где-то от 15 до 25 минут будет выделяться возможностям Upline и организационно-системным использованием и применением этого в своей деятельности. И это очень такой, как бы, ну, важный момент. Второе. Создано будет, она, вернее, создается уже сейчас. Договорились, как мы это будем делать с разработчиками вместе, наши программисты. Техподдержка, которая будет помогать. Теперь всем, кто проявляет интерес к этому приложению, будет возможность в течение 30 дней бесплатно, ну, примиряться там, подходит, не подходит, как подходит. Вот. Потом пакеты будут на 6 и 12 месяцев для использования и так далее. То есть мы об этом, обо всем будем более подробно говорить и в деталях разбираться, что это такое. Уверяю вас, это очень такой, скажем, прогрессивный инструмент. В особенности, если считать, что мы очень мощно готовимся к выходу на крипто, применение криптотехнологий. Криптотехнологий. Об этом больше я сейчас пока говорить не буду, да, уже вот до вебинара. Теперь далее, что происходит в экономиках и в процессах. Смотрите, почему это, я считаю, необходимым и важным для вас довести. Ведь мы же живем с вами и, к сожалению, нас в школе не учили. Избранных только тем, те, кто нужны, ну, скажем, верхним слоям общества. Их иногда учат, как пользоваться системной информацией и как подавать системную информацию. И нам зачастую мы по каким-то фрагментам принимаем решения или строим свое понимание, что происходит в окружающем мире. А фактически этого не происходит. Теперь смотрите, вот все эти процессы, вопросы, целый ряд ваших вопросов, которые сегодня были, они становятся более ясными, если посмотреть системно. А что в мире происходит? Значит, нехватка рабочей силы. С одной стороны, казалось бы, прирост населения идет колоссально. Но, пардон, извините, ведь где-то прирастает, а где-то нет, где-то минусная демография в минусах в большинстве стран Европы в минусе. Только за счет так называемого искусственного притока, принужденного по определенным интересам, определенных, значит, ну, что тут греха таить, американской экономики или так называемой американской экономики, да, привлечение, ну, приток как бы произошел, увеличение населения в некоторых европейских странах. Но это не рабочая сила, дорогие друзья, это просто население. Поэтому нехватка рабочей силы, это очень большая проблема. Я уже не говорю о том, что эксперты, эксперты, большинство банки начинают сейчас суетиться. Я был на одном мероприятии недавно, и там тоже было это сказано. Эксперт финансовых потоков сказал, что, вы знаете, банки очень сильно сейчас следят за тем, что снижение количества трудящихся. Я говорю, а как это, что вы под этим подразумеваете? И он начал разъяснять, что вы понимаете, что, значит, вроде бы казалось бы, что есть нехватка, или, скажем так, безработица в определенной степени. Но она искусственная, потому что, с другой стороны, опять есть мощнейшая подача рабочих мест, но нет заинтересованных в этом или нет компетентных рабочей силы. И это так. И вот, с другой стороны, стареет население в большинстве европейских стран, что тут греха таит, той же самой России, представители которой большинство сейчас на этом мероприятии. Вот. Так, что тут за вопросы? Правильно я понимаю, что очнется строительство проекта в Сталинбе? Да, конечно. Это набор букв. Да, набор букв. Да. Да, ладно, там нет пока вопросов. Человек-то в Тролль. С именем Сергей. Да, Сергей, сейчас мы вас отсюда... Все, Сергея больше нет. Значит, теперь идем дальше. Очень важно еще и то, что... А, все, сбил этот Сергей, меня все-таки, он свою задачу на определенное количество процентов выполнил. Очень важно еще то, что отсутствует в мире, к сожалению или к счастью, это и так, и так можно воспринимать, отсутствие модели, что будет после капитализма. Капитализма уже нет. И модели нет пока. То ли надо планировать, то ли можно планировать, то ли надо отдавать определенные полномочия рынку, кто будет отдавать, где рынок, у кого рынок. И вот понимаете, вот это все дергание, значит, национальных каких-то государств, что та же самая, допустим, Каталония. Казалось бы, да, свобода, все. А ради чего? Что им не хватает? Кому это интересно? Кто-нибудь смотрел? Да, все вот рвутся там. Никто процессов не знает, дорогие друзья. Экономически, я вам прямо скажу, им невыгодно это делать. Кто-то специально толкает на это. И ведь национальные государства, все, мир в таких условиях, мы об этом уже когда-то говорили, может быть, кто-то помнит, кто-то нет, суть не в этом. Национальные государства нужны для чего? Сегодня они нужны для того, чтобы привести свое хозяйство в маломальское, как бы, нормальное состояние. Или разобраться, что мы имеем, и с чем мы могли бы с кем-то копирироваться. А сегодня идут только политические игры. Поэтому, дорогие друзья, это все надо четко знать, учитывать, когда мы что-то прогнозируем, когда выйдем с IPO, когда с ICO. Нельзя отрывать одно от другого. Все между собой системно взаимосвязано. Поэтому я сейчас остановился и прерываю вот такой анализ. Будем время от времени к нему возвращаться. Может быть, я даже посвящу где-то половину, если не больше, вебинара, а может быть, целый вебинар. Именно вот таким вопросом осознания, понимания процессов, которые происходят в обществе. Это очень нужно. Это вот я общался с молодыми консультантами. У нас было 25-летие создания ассоциации консультантов в Эстонии. Вот, с молодыми консультантами. И они говорят, да, к сожалению, мы хоть и консультанты, которые помогаем, там и менторы, там и умные ребята. Вот, мы только в процессе начинаем сейчас понимать, что нам системно ничего не давали. Нам давали немножко отсюда, немножко отсюда. Мы вроде бы умные, а как увязать весь этот ум? Зачастую нам это не говорят и не показывают. Поэтому это очень важно. Важно это дело понимать и к этому как бы правильно стремиться. А нам это нужно, потому что у нас великие дела впереди. И величество или величие не в том, у кого сколько акций, хотя это очень важно, это есть ресурс, на который мы опираемся, а в том, как ты в этом процессе участвуешь и правильно ли ты его понял. И насколько ты мудро в это вписался. Поэтому, 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 к сожалению, да, конечно, КОБ это очень сильно, значит, концепция общественной безопасности. Там очень много толкового сказано. Я, ну, людей знаю из этой, составлявших эту, сам с ней в какой-то степени в одно время достаточно основательно знакомился. Вот. Но там тоже есть свои заморочки. Поэтому давайте сейчас об этом не будем. Это не суть нашего, значит, вебинара. К расчетам на коленке. Вот. Прежде чем придем к расчетам, немножко о душевном или о том, как вообще к делу подходить. Смотрите. Все, что ты делаешь для других людей, возвращается к тебе. Пропускайте, друзья, это через себя. Хочешь больше счастья, дай его другим людям. Это каждого из нас касается. Хочешь больше любви, дай любовь другим людям. Причем, что касается любви, это не тема нашего вебинара, но я вам хочу сказать следующее. Поймите меня правильно, что любовь это понятие безусловное. Понимаете, мы привыкли и нас с детства, значит, к сожалению, так воспитывали и почему-то воспитывают еще дальше, что вот я люблю бабушку за то, что она. Или я люблю жену, потому что она мне там то-то делает. Старайтесь найти в себе чувство любви к другим людям в целом, к работе в целом, к природе в целом. И этого достаточно, что ты туда послал это чувство. Это очень непросто. Постарайтесь. Хочешь больше денег, помоги зарабатывать другим. Научись сам, помоги зарабатывать другим. Идем дальше, друзья. Сколыхнул. Так, выиграл 1 миллион рублей, купил 1 миллион акций. Сразу. Правильно. Молодец. Правильное решение. Что сегодня был бы этот миллион? Да ничего, рублей. Значит, расчет на коленке примеряем к пилотным проектам. Смотрите, мне, я его специально привел. Это практически выжимка из одного письма в чате ко мне. С иностранного государства. Один наш инвестор из европейского государства написал. И он задает вопрос. Там слегка писал. Говорит, вот мы тут с руководством города. Причем город не маленький. Рассматриваем. Как бы они заинтересовались. Я с ними уже полгода тут разбираюсь. Примерная цена трасс за километр с инфраструктурой. Примерная цена трасс за километр с инфраструктурой. Мы иногда говорили, значит, вот разная информация коленится. Сегодня я вам хочу четко сказать, что это не мое представление. Это четкая позиция Анатолия Эдуардовича. Это позиция проектировщиков. Для того, чтобы не копаться там 2,5, 7,5, 1,5 миллиона километров. Примерная цена трасс за километр с инфраструктурой. Можно считать, что это от 4 до 4,5 миллионов долларов. С инфраструктурой. Что такое инфраструктура? Это система автоматики там входит и, естественно, само построение опор самих рельсово-транспортной структуры или конструкционной структуры транспортной и так далее. Теперь дальше. Примерная цена подвижного состава. Она зависит от того, естественно, какая нагрузка грузопотока, идет ли речь только о пассажирском транспорте или о грузовом транспорте. Но, чтобы считать на коленке, можно прикинуть, можно вот тот опыт, который уже конструкторское бюро имеет, говорит. Можно сказать так, что можно считать, что от 1 до 1 до 2 миллиона долларов на 1 километр пути. Понятно, да? То есть мы прибавляем еще к примерной цене трасс за километр с инфраструктуры еще 1 до 2 миллиона. В зависимости от того, какая нагрузка. Может быть меньше, может быть больше. Но мы примерно уже начинаем ощущать, сколько будет там 10 километров стоить и так далее. Потребление энергии топливно-городским подвижным составом. Каково оно? Тут, опять-таки, есть у нас, скажем, расчеты. Я на одном из вебинаров показывал, и меня самого всегда удивляет, что топливо как таковое не потребляется. Потребляется электроэнергия. Двигатели стоят там различные, но в целом это где-то 5-6 киловаттные двигатели. И потребление на 100 километров колеблется от 100 граммов, то есть в эквиваленте на 100 граммов жидкого топлива, от 100 до 300 граммов, до 700 граммов, в зависимости от того, что у нас едет по трассе. Поэтому здесь можно, значит, смотреть, если у нас там 10 юнибусов или там сколько-то юнибусов. Поэтому эта цена не сильно будет влиять на стоимость строительства. Она, скорее всего, нужна будет на этапе расчета эксплуатационных расходов. Вот, но в целом можно тут тоже прикидку сделать. Далее, значит, примерное время на проектные работы, реализацию адресного проекта. Ну, вот приводит он пример, что, например, городской легкий монорельсной системы на 10-15 километров. Опять-таки, мы с вами разбирались, когда-то показывал, что строить, значит, проектная фаза это от 6 месяцев до года, вот, до 10 месяцев, плюс проектирование от 10 месяцев до полутора лет может занять времени. Потому что зависит от многих согласовательных разрешительных документов. Потому что нельзя подать проектную документацию, не занимаясь параллельно разрешительными определенными документами. Мы здесь запроектируем, а разрешения, например, на землепользование в какой-то зоне нет. Несоставительный проект. И после этого только будет приниматься решение, инвестировать или не инвестировать. Поэтому это время где-то 2 года, 2,5 года на предпроектные, вот, все эти работы, дорогие друзья. Даже при такой трассе. А вот строить можно быстро. И вот он задает вопрос, сможет ли наша компания за свой счет построить первый пробный участок. Полкилометра, там, один километр. И я задаю вопрос, а зачем это делать? Чтобы потом реализовать весь адресный проект, он отвечает мне. Ведь в Марьиной Горке уже это есть. Приезжайте, привозите свое руководство. Посмотрите, что происходит в Марьиной Горке. Вот. И это повторится в определенной, может быть, даже еще лучше. Потому что уже к тому моменту, когда пройдет первые фазы все, уже будет технология изменится. Она точно изменится за это время. За полтора-два года, пока это будет подготовка идти. Поэтому, там, так называем, давайте чуть-чуть пришьем, сошьем один, скажем, рукав от пиджака. А потом будем думать, делать ли весь пиджак. Пойди, посмотри, как это делается. И, пожалуйста, используй. Поэтому, это, дорогие друзья, тоже очень важно. Когда планируется переход? Сейчас будет. Терпите. Готовьте. Сейчас я вам расскажу. Вот я люблю деньги не за что, а просто так. Правильно, деньги. Правильно, Сергей. Деньги надо любить. Если вы не любите деньги, то они не любят вас. Так, как во всем. Хотя бывает так, что я не люблю кто-то, извиняюсь. Мне нельзя это говорить. Потому что это не так. Если кто-то не любит свою жену, она его любит. Такое бывает. Но это тоже до поры до времени. И это сильно наказывается, кстати. Ну, вот, смотрите, что касается самой, по Таллину, тут, например. Что сегодня есть? Да не только в этом. Везде есть какие-то современные трамваи. Но нету системы. Это все старье. Это абсолютно старье. Смотрите. У нас, например, в Таллине, я просто привел один такой интерес. Из Испании закупили. Они постоянно, вот эти трамваи, ломаются. Эксплуатационные расходы, боятся чиновники даже говорить, каковы эксплуатационные расходы, как они растут. За счет того, что, к сожалению, даже это не работает. И очень дороги в обслуживании. Видите? Это официально было в нашем газете «Эстер экспресс» сказано. Я вам показывал, что бегал по улице электромобиль, электромини автобус. Был огорожен вообще вся линия. Несостоятельные эти проекты на земле. Об этом это такие просто игрушки для, как бы, как фокусы, вот, или, скажем, отвлечения внимания. Цирк. Вот. Все начиналось сегодня. Вот все то, что я выше показывал, это все от трамвая, который был 150 лет назад еще выдуман. То есть, еще раз, это надо понимать. И смотрите, статистика. Опять-таки, страшная статистика. Авиасмертность составляет 4,4 человека, если так можно о людях вообще говорить. На миллиард километров. А сколько дорог вообще по миру? Железнодорожная 5,6, уже выше. А автосмертность 9,4. На миллиард дорог. Самое больше именно автодорог. Значит, всего больше людей здесь и погибает. А это все на земле, перекрестки, переезды и так далее. Это надо учитывать. И вот теперь, смотрите, интересно. Вот развивается уже. Я показывал вам одну анимацию. Сейчас уже есть анимация. Скоро увидим видеоролик, где будет как бы визуализация одной из траст в городе Таллине. Скорее Таллин. Тут еще буква Н должна быть, но ничего страшного. Вот видите, здесь двигаются. Это я уже вырезал, кстати, из видеоролика. Но мне никак его не загрузить, пока я не успел. Только-только получил. Это еще горячая булочка. Но видите, уже проект развивается. Очень интересный проект. На каких опорах. Поднята над дорогой. Очень хорошо может решить целый ряд проблем. Надо визуализировать все проекты, дорогие друзья. Теперь про крипто. Смотрите. Значит, просто для понятия, что наиболее такие как бы важные это биткоин. Наиболее распространенно дач. Различные системы. Их сейчас уже более тысячи. Вот. Но важно то, что блокчейн, технологии используются у них всех. И мы тоже смотрим на эту технологию. Вот. Это как бы использование книги, так называемой, о всей предстоящей цепочке сделок. Сибиряков очень наглядно об этом говорит. Вот. Но это надо понимать, что это как бы средство, которое позволяет эту цепочку как бы использовать. Это цепочка блоков, в которых записывается о всех прошедших, или скажем, ну да, бывших операциях, занесена туда. И она как, ну как бы, что написано топором, то не вырубить, что написано пером, то не вырубить топором. Так и здесь. Практически невозможно это изменить. И это дает надежность. Но. Есть целый ряд но. Мы уже не раз говорили с вами о том, что, смотрите, была заметка, что у нас с вами одна бизнес-модель, а что это такое? 15 этапов. Это различные финансовые планы, которые были представлены. И бизнес-план. Ей соответствует определенный бизнес-план, инвестиционный план создания экотехнопарка. И предполагаемые сроки, или, скажем, намерения, вывод технологии в использовании. Это осуществляется. Одно не исключает другое. Но здесь бизнес-модель еще предполагала, что после 15 этапов, или результатом 15 этапов будет вывод, или подготовить выход на IPO, на открытое предложение акций залоговых. Теперь, сегодня мы говорим о другой бизнес-модели. И даже, может быть, они смогут существовать вместе. Но, опираясь на бизнес-модель А, опираясь вот на это, мы подготавливаем выход на ICO. Неизвестно сегодня, как это будет происходить. Пока до деталей. Есть различные представления. Есть, скажем так, уже версия, предварительная версия концепции описания, так называемого, исходного описания всего процесса. Есть некоторые правовые подготовки, ну, как бы проработки. Вот. И в нужное время, скажем, об этом, обо всем узнаете. Сергей Сибиряков предлагает там различные даты. Вот. Но, тем не менее, подробности в процессе вы все узнаете. Это, опять-таки, для понимания системности, вам это дело показалось сейчас здесь. Так, Наталья Алина. Если нам пригласите пару-тройку миллионеров. Окей. Сейчас о миллионерах. Теперь смотрите. Опять-таки, токены, акции. Какие? Какие мы акции будем использовать? Что мы будем использовать? В замене или, скажем, под токен, который будет выпускаться, продуцироваться, да? Деньги или криптовалюта? Что будет в результате и что нас больше интересует? Вот. Это отдельный бизнес. Поэтому сейчас, скажем, Анатолий Эдуардович, он понимает, что это важно. Но наиболее вероятно или наиболее, как бы, важно то, чтобы заниматься не этим бизнесом, а выведением технологии в использовании. И как воспользоваться? И вот сейчас разработка и ведется. Как сделать не отдельный бизнес, а совместный бизнес на базе криптовалюты? Не в отдельный бизнес. И кредитование, продажи и монетизация дополнительного сервиса для пользователей сети. Значит, это будет услуга. Она будет, как бы, важность криптовалюты усиливать. И это тоже, как бы, потенциал всей системы. И возникает вопрос, сейчас еще анализируется, использование криптопродукта. Оно в открытой или в закрытой системе? Не имеет смысла, скорее всего, сначала идет, и об этом тоже говорят наши товарищи, которые этим более, как бы, основательно занимаются, что сначала будет апробация, и она уже элементами, блоками ведется в закрытом системе, для того, чтобы вывести в открытую систему. И сегодня, вот когда задаешь вопрос специалистам, которые уже каким-то образом поели немножко ICO хлеба, да, они говорят, что все красиво, все правильно. Смотрите, ведь что сегодня у нас происходит, например, с тем же самым биткоином? Почему он такой, как бы, дорогой и так далее? Он выполняет определенные функции. Он, биткоин, сегодня заменяет, или он затыкает те дыры, которые финансово денежная система мировая не позволяет делать. И там очень много интересных моментов, я не буду сейчас даваться подробностей. А возникает вопрос, вот, допустим, мы разработали хорошую модель, да, смотрите, прекрасно тут все поняли, все вроде бы стыкуется. А дальше, а деньги где хранить? Как, значит, ну, биткоин или там какой-то там, я не знаю, Skyway там, или же Sky, или Unicorn, или не важно, что там есть. А хлеб, с чем я пойду покупать? Да, может быть, в этом выгодно держать и где-то там его потом обменивать на деньги. Сегодня самая большая проблема даже с тем самым биткоином. У кого-то есть много биткоин, а пойди он сегодня преврати это в деньги, когда ему надо. Да, немножко по немножко можно. Но процесс в целом, как только он сколыхнется, начнет падать. Поэтому сегодня просто это так называемый биткоин, это очередная трехлитровая банка, в которой люди свои средства скрывают потихонечку и держат. Вот, и это в этом основное, да, и, конечно, есть возможность какая-то система обмена, значит, использование это в мире создалось. Но самое важное, это то, насколько будет активной вот эта крипта, что мы создаем. И вот над этим сейчас очень сильно приходится нашим товарищам работать. Таким образом, немножко дальше с крипта все. По этапам, дорогие друзья. Смотрите. Сергей, опять Сергей, что ли, появился? Вот, и все. Так. Люди сомневаются, да не сомневаются люди. Вот. Смотрите. К сожалению, сегодня нету Алексея, который мне помогает, поэтому мне приходится немножко отмахиваться от мух троллей. Десятый этап. Мы в нем. Но я вам хочу сказать так, что я не хочу пугать, не хочу говорить. Но мне вот какое-то, как говорится, седьмое чувство мне говорит, что одиннадцатый этап очень буквально вот рядом. Так смотришь за сегодняшний наш эстонский снегопад, и вроде там уже маячит одиннадцатый этап. Ноябрь месяц, дорогие друзья. Ноябрь, декабрь. Как-то вот мое какое-то чувство говорит, что до конца года мы можем один или даже два этапа проскочить. Вот. Да, к этому есть предпосылки. Вот. Я не знаю деталей, но так предполагаю, что проводя свой системный анализ, что-то мне говорит, что вот в ближайшее время... Поэтому учитывайте то, что мы имеем, используйте то, что мы имеем. Осталось всего, значит, совсем ничего. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый этап. Видите? Инвестиции надо на каждый этап одинаковое количество, а так называемых акций залоговых, которые под инвестиции, под обеспечение или доли, как в России об этом говорят, остается все меньше и меньше. Вот. И с десятого по пятнадцатый этап. Поэтому я полагаю, что этап одиннадцатый не за горами. Вот. Достаточно близко. Значит, да, поймите, проект развивается стремительно. Конечно, стремительно развивается. Вот. Инвестиции. Даже я бы вам сказал так, что среда работает в пользу тех, кто боится переходить с этапа на этап. И вот все очень мощно сюда смотрит. Я хочу вам сказать так, что выгодно инвестировать было здесь. Здесь еще выгоднее. Кто-то скажет, ну, совсем масло сбриндел. Смотри, какие здесь дисконты, какие здесь. Даже на пятнадцатом этапе будет выгодно инвестировать, дорогие друзья. Потому что процесс, как правильно, значит, говорит, идет очень динамично. Очень важно при этом то, насколько и как интенсивно мы заключим уже строительные договоры. А к этому тоже все идет и все процессы подготовлены и ведутся к этому. Поэтому взвесьте свои возможности, готовьтесь, осваивайте инструментарий. Потому что Скавей дает вам не только возможность, как мы вначале два года назад говорили, вот, все, технология там, потом дивиденды и так далее. Дает еще возможность работы. Работы, создания своего предпринимательства. Мы об этом не раз говорили. Но еще в ближайшее время вернемся к этому. И не случайно я вам сегодня об одном дополнительном инструменте сказал, об Аплайн. И к этому придем в следующий раз уже более подробно. Так, Сергей. Сергей Нитровин. Он задает вопросы всех людей. Ну, вы знаете, Сергей, вы задаете, но надо корректно задавать вопросы. Они не, значит, в рамках того, что стакан, значит, пустой или там, или еще что-то. Задавайте конструктивные вопросы. И вас все поймут. Возник, Сергей, мне некогда его оттуда выкидывать. Сейчас его выкину. Значит, он все время заходит. Ну, ладно, Господь с ним. Переживем его. Вот. Венчерные инвестиции не могут не волновать. Гарантий нет. Вот я с вами, Станислав, не совсем согласен. Что значит нет гарантий? Вы понимаете, человек, который так рассуждает, или вам рассказывает, или это у вас в голове засело. Что такое нет гарантий? Мы привыкли понимать... А, я понял. Правильно. К тому же Сергею. Да, задают вопросы. Часто задают эти вопросы. Гарантий нет в том плане, что да, я проинвестировал, а где-то в стул или в тот дом или еще, что мне дают взамен. Вдруг этот проект не состоится. Или вдруг я не получу только столько, сколько я предполагал. Поэтому таких гарантий, естественно, нет. Но есть гарантии, есть то, что капитализируется проект, дорогие друзья. Есть риски. Мы еще поговорим с вами о рисках в определенной степени, чтобы вы более содержательно это дело понимали. Идем дальше. Время уже наше проходит так. Так, практически мы с вами и подошли к тому, что у нас шанс, который бывает один раз в жизни. Я это хотел вам обязательно сказать. Но о гарантиях еще. Смотрите. Гарантией является, во-первых, то, что создана толковая стартовая система. Есть залог гарантии. Это не пустой акционерный капитал, который сюда заложен. Эти компании совладельцы головной компании. И это есть уже одна из частей гарантии. Теперь, инвестиции, которые в Экотехнопарк идут, они опять-таки являются базой того, что создается. Уже есть, как бы, расход или же себестоимость проекта, она будет где-то в порядке 200, меньше 200 миллионов. Миллион где-то по 150-180 миллионов. Это к разговору еще и о том, смотрите, вы же понимаете, что по вот эти по 25 миллионов каждый раз, это то, что предполагает бизнес-план. Бизнес-план. Но КБ во главе с Анатолием Эдуардовичем Яницким постоянно работает над тем, что себестоимость реализованного проекта будет ниже. У этого есть, знаете, и хорошая, и плохая сторона. Потому что приходится работать на определенной степени, как бы, не на заниженных финансовых потоках. Ну а с другой стороны, принимается целый ряд интересных, правильных, ведущих вперед, снижающих себестоимость этой технологии проектных решений. Их просто колоссальное количество. Об этом нельзя говорить обо всем. Но это надо учитывать. Поэтому то, что кто-то, может быть, посмотрел сегодня и говорит, о, еще 150 миллионов надо. О, когда мы это насобираем? Когда это? Кто там еще проинвестирует? Абсолютно, скажем, сумма будет меньше. 150 миллионов, это в случае, если нам на весь проект нужно 236, там или 242, там два расчета есть. Возьмем 236 миллионов. То еще нужно 150 миллионов. Это по бизнес-плану. Это по 15 этапам. Фактическая же сумма меньше. Поэтому здесь, дорогие друзья, нужно быть очень внимательным. И эти суммы могут сильно меняться. Владимир, нам помогают даже бабушки. Самое главное, их не обмануть. Они надеются на нас. Правильно, Сергей? Кто бы вы там ни были. Владимир, может быть, вы можете обратиться к Анатолию Саблон, если бы хотя бы раз в 6 месяцев, а бы вы на раз в 3 месяца рассказывали о достигнутых. Спасибо. Хорошее предложение, Владимир. Естественно, мы вот должны были тут между собой встретиться. Но пока вот не складывается. И скорее всего, это будет электронная встреча. Это хорошее предложение. Я, значит, Анатолий Эдуардович один раз... Ну, он, в принципе, так и выступает, дорогие друзья. Ведь смотрите ролики. Он, правда, не системно. В прошлый раз он выступил когда? Когда? Помните, когда? В Экотехнопарке. И это было август, сентябрь, ноябрь, сентябрь. То есть октябрь. Три месяца назад он раз в 6 месяцев в любой форме где-то выступает. Бабурин тоже в прошлый раз выступал у нас на телемосту. Вот сейчас мы решаем, принимаем решение, когда будет следующий телемост. Скорее всего, он в ближайшее время будет. Потому что просто так формально не имеет смысла проводить телемост. Чтобы просто так взяли, как бы галочку поставили, телемост провели. Его надо проводить продуктивно, чтобы люди получали, значит, не только свежую, не только аховую информацию, но и информацию деловую, которая позволяла бы людям самим производить, ну, определенную оценку, где мы находимся и как мы туда идем. Есть тема для криптодискуссии. Можете вам скайп дать? Можете ваш скайп дать? Федор, значит, мой скайп. Сейчас даю. Сейчас я вам даю. Так, русский. Вальдемар 13. Вот мой скайп. Вальдемар 13. На каком этапе замена статуса с венчурной на с венчурной? Вы знаете, не на одном проект заканчивается, и статусность проекта, она как бы, он в любом случае, ну, как бы, рискован. Венчурность будет сохраняться до момента вывода на IPO. Вот IPO вышла, даже тогда еще проект будет в какой-то степени венчурной до определенного момента. Но уже фактически, я немножко перебрал сейчас, фактически процесс вывода на IPO предполагает, что уже аудитирование и подготовка, она вывела проект из состояния венчурного, вывела в инвест пригодный по всем параметрам, или по большей части параметров оценки инвестиционной пригодности, или, правильно сказать, инвестиционной привлекательности. Поэтому, что это типа того, что я вывожу на рынок продукт и говорю, ну, покупайте, наверное, он хороший. Понимаете, да? Поэтому, поэтому и время нужно не просто так выводить, а должны быть много-много-много, мы об этом тоже уже не раз говорили, коротко, правда, какими критериями должен проект соответствовать, чтобы выводить его на IPO или на то же самое ICO, кстати. Нет, нет, IPO, нет, не обязательно, не обязательно мы об этом говорили, не обязательно IPO будет после окончания строительства первых адресных проектов, нет. Так, IPO, я имел сначала, я думал сначала IPO, IPO, да, IPO, это есть. Так, значит, дорогие друзья, время наше истекло, я благодарю вас за то, что вы сегодня активно участвовали, поддерживали нашу беседу. Желаю вам, да, должно быть, чтобы было, конечно, желательно прибыль, Евгений, потому что, ну, прибыль, посмотрите бизнес-план, у нас, скажем, прибыль уже есть в этом году, по этому году мы ее увидим на следующий год. Значит, есть прибыль разная, есть прибыль, которую я могу положить в карман, да, и есть прибыль, которая расчетная, балансовая. Балансовая прибыль у нас есть, железная, вот, поэтому процесс уже интересный, его можно начинать, но важно очень сильно, естественно, показывать то, что есть соглашение и есть первые строительные проекты. Идут даже не то, что они завершились, а то, что они идут. Начнется в следующем году. Есть, есть, даже в этом году еще начнется кое-что, кое-какие проекты. Может ли быть IPO еще до завершения строительства тех же проектов, которые начнутся в следующем году? Да, вполне может быть, почему бы и нет. Но, значит, не обязательно это увязывать. Главное, что процесс идет, есть баланс этого стройки, ведь строительство может по-разному идти. Может идти от пяти месяцев до двух с половиной, пяти лет, в зависимости от того, что мы строим и как мы строим. Так что, друзья, большое спасибо еще раз, я вас благодарю. Желаю вам активности, инвестиционной активности в первую очередь. Это наш общий интерес. Здесь у нас у каждого есть свой шкурный интерес, естественно. Будьте внимательны к себе, к своим близким. Мы живем в очень непростое время, как в природном, так и в социально-экономическом плане. Берегите себя, своих близких. До скорой встречи на следующей неделе. Всего доброго.